Всем привет! Давайте посмотрим покупки, которые я сделала в последнее время. И начнем с магазина FixPrice. Меня заинтересовало вот такое мыло. В упаковке 4 кусочка, 99 рублей. Кусочки маленькие, по 75 грамм. Производитель Evko Cosmetic, тропический коктейль. Один кусочек я уже взяла в использование. Какого-то, честно говоря, тропического аромата я не почувствовала. Пахнет скорее просто такой приятной мыльной основой. Но кусочки яркие, жизнерадостные, мыло по качеству хорошее. Мылится хорошо, мыльница не раскисает, поэтому покупкой я довольна. И там же FixPrice я обратила внимание еще на одну мыльную новинку. Это Дуру Леди с экстрактом миндаля и витамином Е. Здесь уже большой такой хороший кусок, 140 грамм. Стоило это мыло 79 рублей. Через упаковку пахнет очень приятно. Часто покупаю FixPrice. Вот такую туалетную бумагу. Как-то был другой вариант. Я купила, он мне совсем не понравился. А вот этот Солнце и Луна. Отличный, хорошая, влажная бумага. 72 штуки в упаковке. Стоила упаковка 79 рублей. Хорошая цена FixPrice на зубную пасту Аквафреш. Здесь 100 миллилитров. Представлена была только освежающая мятная. Цена 99 рублей. Я такую пасту люблю, поэтому купила. Появились у нас новинки. Это вот такой крем Дачный сезон. Был представлен с тремя ароматами. Я взяла Яблоневый сад. То есть, я надеюсь, здесь будет аромат яблока. Также был еще персиковый и вишневый. Этот у нас идет питательный. Стоил он 59 рублей. Объем 100 миллилитров. Но знаете, я его так потрогала. Мне кажется, вряд ли он питательный. Поэтому давайте его откроем, посмотрим. Крем зафольгирован, что приятно. Так, сейчас я его открою. Посмотрим, какого он цвета. Почему-то я думала, что он будет зелененький. Видите, вот он обычного белого цвета. Поставим крем. Сейчас я разнесу его по коже рук. Яблокам совершенно, совершенно, совершенно никакого яблока в аромате нет. Знаете, очень такой легкий косметический аромат. Недорогого, я бы даже сказала, такого дешевого крема. Нанесла на руки. Уже практически никакого запаха нет. Сейчас хочу посмотреть, есть ли глицерин в составе. Да, глицерин есть. Поэтому, вы знаете, крем, что-то такое среднее между увлажняющим и питательным. Он чуть более плотный, чем увлажняющий. Но до питательного он совершенно не дотягивает. То есть, после каждого мытья рук такой крем надо будет обновлять. Ну, совершенно в нем ничего особенного, ни аромата, ни по качеству. Понятно, что 59 рублей. Но, честно говоря, советовать вам не буду. Наверное, лучше что-то другое приобрести. Буквально пара покупок. У меня из гипермаркета лента. В ленте бываю не часто. Но тут попало на приятную цену. На успокаивающий бальзам после бритья Нивея Мэн. Без спирта. Защита от раздражения. Он по акции стоил сейчас 400 рублей. Поэтому я решила мужу в запас приобрести. Это его любимый бальзам. А в других магазинах цена, вы знаете, менее приятная. Где-то рублей, наверное, 550. И еще меня заинтересовал крем для рук от бренда Экс. Почему-то этот бренд я вижу только в ленте. Ни в каких других магазинах он не представлен. Ароматерапия. Крем для рук питательный. Кокосовый шейк. Здесь у нас объем 75 мл. Стоил крем 78 рублей. Конечно, я не могла пройти мимо кокосового крема. Давайте его тоже откроем. Посмотрим. Тоже написано питательный. Но сейчас мы с вами узнаем, насколько он питательный или не питательный. Так. По запаху. Пахнет действительно кокосом. Вот так он выглядит. Кокосовый аромат приятный, присутствует. Вы знаете, кокосово-кондитерский. То есть, это не мякоть кокоса, а это скорее начинка из шоколадки Баунти. Но все равно достаточно приятно. На руках аромат на какое-то время остается. Его тоже не отнесут все-таки к питательным. Опять же, это что-то среднее между увлажняющим и питательным. Увлажняет, смягчает, но какого-то усиленного питания от него нет. Поэтому это все равно такой летний вариант. Но он мне понравился гораздо больше, чем вот этот дачный сезон. Две покупки у меня из магазина Улыбка Радуги. Мне понадобилась новая кисть для окрашивания. И очень мне понравилась вот эта. Стоила она всего лишь 79 рублей. Это очень дешево. Я ее уже использовала. Она удобная. Я люблю вот такие большие кисточки. Мне удобно было ей красить волосы. Поэтому я считаю, отличная покупка. И там же в Улыбке я купила от бренда Коррелакс. Вот такой гель-сорбет после депиляции антистресс эффект. Объем 125 мл. И в этот раз цена была по акции 138 рублей. Я такой покупаю уже раз, наверное, в третий или четвертый. Я использую на ноги. После того, как я сделаю эпиляцию электрическим эпилятором, вот наношу это средство. Прекрасно снимает какое-то раздражение, увлажняет. Кожа потом приятная. Даже такая, знаете, прям шелковистая. В общем, классная вещь. Пользуюсь, можно сказать, на постоянной основе. Но как заканчивается, покупаю новый. Подружка. В подружке мне все досталось по каким-то акциям и скидкам. Во-первых, вот такая моя любимая эссенция от корейского бренда из фолио. Линейка Pure Avocado. Она была со скидкой, по-моему, аж 30%. Я заплатила за нее 489 рублей. Объем у нас здесь 50 мл. Несмотря на то, что называется этот продукт эссенция, это обычная сыворотка. Давайте я вам сейчас открою упаковку, покажу, как выглядит флакончик, потому что я планирую скоро взять в использование. На данный момент это все-таки моя самая любимая сыворотка. Даже если сравнивать с какими-то другими корейскими, это все равно лучше всего. Давайте упаковочку поставим. У меня сейчас вот такая, тоже корейская, тоже из подружки от бренда Grace Day. Примерно она в ту же цену, но может быть чуть подешевле. Она мне нравится меньше, она может оставлять какую-то липкость на коже, что мне не очень нравится. И на нее, если надо нанести сверху крем, крем ложится хуже. Вот это идеально. Она шикарно впитывается, дает прекрасное увлажнение, если надо сверху нанести крем. А летом я могу без крема обойтись. То и крем на нее хорошо ложится, и пахнет приятно. В общем, пока это мой идеал среди сывороток. Там же в подружке я решила купить кусочек мыла чистая линия, сочное алоэ. Кусочек был по акции 55 рублей, здесь 90 грамм. А я это мыло уже не первый раз покупаю, достаточно оно приятно пахнет, мне нравится. И, конечно, я из подружки не могу идти без вкусняшек. Во-первых, купила вот такие кокосовые батончики, я их покупаю очень часто, от бренда Snack Fabric. В каждом батончике 40 грамм, и цена была по акции 55 рублей. И увидела новинку. Вот такие батончики. Это уже у нас Power Pro, тоже кокосовые. Как же я пройду мимо кокосового батончика? Здесь у нас уже по 50 грамм в каждом, и цена была чуть подороже, 65 рублей. По-моему, цена тоже по акции. Вот эти я еще не пробовала, попробую. Я надеюсь, мне они тоже понравятся. Заезжала я в магазин Magnit. У нас этот магазин всего один в районе. Буквально мне надо было там бутылку молока купить. То есть просто заехала по дороге и неожиданно увидела, что до сих пор стоят по распродажной цене 146 рублей. Вот такие мужские наборы от Palma Leaf. В наборе идет гель для душа и кусочек мыла. Цена отличная. Я думаю, ну надо еще купить, раз они меня дождались. Но два набора были вскрыты, а вот два запечатаны целые. Их я и взяла. Повторюсь, 146 рублей. Цена, я считаю, просто подарок. Я два таких набора уже мужу покупала. Маладин он полностью использовал и мыло, и гель. И сейчас у него в использовании второй гель. Выглядит вот таким образом. Очень приятный мужской аромат. Мыло с таким же ароматом. Муж с удовольствием пользуется. Срок годности здесь вполне себе неплохой. До августа 2023 года. Я считаю, покупка очень-очень выгодная. Покажу покупки сайта Wildberries. Вот это я забрала прямо сегодня. Это пилка педикюрная. Такая маленькая, компактная. Стоила всего лишь 85 рублей. Отзывы на нее хорошие. Пишут, используют и для сухого, и для влажного педикюра. Я купила для мужа. Я надеюсь, он не будет забывать, будет ей пользоваться. И был набор вот таких шариков. В наборе было 4 штуки. Один шарик я уже выдала коту. Он говорит, мало, отдавай все. Я сейчас все тебе отдам. Иди пока в тот поиграй, который на полу. Видите, здесь такой вот шарик металлический. Такая звенелка. Кот любит иногда погонять такой шарик. Но особенно классно это ночью, конечно, погонять. Или в 4 утра. Но вот сейчас ему все распакую. Стоила упаковка из 4 штук 118 рублей. И в конце видео небольшие покупки из гипермаркета Globus для гигиены полости рта. Купила я зубную пасту отбеливающую от бренда 2080. Корейский производитель. Я много раз уже от него пасту покупала. Мне все понравились. В этот раз решила взять отбеливающую. Она была с небольшой скидкой. Стоила 210 рублей. Здесь у нас 100 грамм, по-моему. Отбеливающие пасты. Ну, вы знаете, я на них не возлагаю прям какие-то уж особые надежды. Но они все равно очищают налет от чая и кофе лучше, чем обычные. Поэтому периодически я какие-то отбеливающие пасты покупаю. Тем более этому производителю я доверяю. Ну и цена, мне кажется, была нормальная. И хорошая цена была на освежители для полости рта от бренда Global White. Мне эти освежители нравятся больше всего. Я их периодически покупаю. Цена была 140 рублей. Это отличная. Например, в подружке они уже, по-моему, рублей по 190. А в других магазинах еще дороже. В общем, за такую цену я решила сразу две штучки купить. Все. Все покупки на сегодняшний день. И на этом буду с вами прощаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok